До одной шестнадцатой кубка мира доживают немногие, лишь избранные сильнейшие гроссмейстеры. И сегодня мы станем свидетелями ожесточенной схватки в тайбрейке за право выхода в следующий раунд. Магнус Карлсон, я не помнющий Хикару Накамура и другие преподнесли как приятные, так и не очень сюрпризы. Приятного просмотра! Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами с этим мастер Фиде Максим Аммариев. Мы начнем с партии Хикару против его юного оппонента Прагнананды, у которого вчера был день рождения, 18 лет исполнилось. Но вчера Хикару не захотел ему делать подарок. А что же будет сегодня? Первая партия, Рапида, Хикару играет С4, английское начало, КНФ3, КНЦ6, Ж3, слон вышел на Б4 у Прага, это пока все Таби. КНД5 играет Хикару, хочет при случае этого слона разменять. Е4, принципиальный ответ, белые играют КНХ4, но не отступать же назад. Если играть КНГ5, то там можно остаться и без слона. 2-0, слон Ж2 и Д6. Если обратите внимание на позицию, то заметите, у белого коня нет ни единой клетки для отступления. Ты даже вперед не пойдешь. Теперь слон занимает последнее поле, Ф5. Сейчас черные реально грозят выиграть коня ходом Ж5. Но Хикару это не волнует. Он мог сыграть КНГ4, А3, затем Д3, чтобы поле Ж5 прикрыть своим слоном. Теперь хода Ж5 нет, мы пешку просто съедим. Но Хикару играет 2-0 и получает вот этот мощнейший гробовой ход Ж5. Как мы помним, в одной из предыдущих партий Праг также играл своей пешкой с Ж3 на Ж4. Так, в духе, ну вы знаете, в духе чего. Хикару решил просто пожертвовать фигуру. Он играет А3. Может быть не самая точная трактовка, лучше было сыграть Д4. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Взяли на Д5 черные, пришлось отступать на Б8. Может быть вот эта позиция Хикару соблазнила. У черных не развит ферзевый фланг полностью, король как-то немного оголен. Визуально кажется, что реально компенсация сильная. На КНГ5 было бы Ф4 и конь спасается у нас. На Е в КНГ3, на ЖФ слон Ф4. Поэтому после конь Б8, здесь уже Хикару играет ДЕ, ЖАЖ, слон А6 нападает на ладью. Ладья отошла. И ЖАЖ решил скрыть линию Ж, поддержал слона. Но чем дальше мы заглядываем в эту позицию, тем больше понимаем, что компенсации-то особо и нет. Черные заканчивают развитие постепенно. Подвели к своего коня. Прикрыли вертикаль Ж. Напали на ладью еще здесь. Короля увели из этого пекла. И Е5 играет Хикару, понимая, что никакой компенсации у него особо нет. И надо обострять, иначе просто его задушат. Слон Д7 сыграют. Ну и по линии Ж будут менять тяжелые фигуры. Он играет Е5. Просто жертвует пешку еще. И в данной позиции у черных чистая лишняя фигура. А атаки-то никакой и нет. Слон А3 играет Прагнананда. Забрал на Ж2. Конь выходит на Ж4. Грозит вилка. Д6. Какой-то последний отчаянный шанс. Дает шаг. Ну, Д5. Хладнокровно прикрываются черные. Ферзь А4 непонятно куда. Ферзь А гонят на базу. Ферзь Д1. Слон бьет Е3. Просто начинается избиение. А4 ход ничего не дает. И после ладья Е8. Ферзь Б3, Б6. Последовало слон Д4. И Хикару пришлось сдаться. Здесь уже нет никакой компенсации. И смысла продолжать сопротивление тоже. В ответной партии Хикару играл черными фигурами. Не смог завязать борьбы. И в итоге он сенсационно вылетает с Кубка Мира. Если честно, немного обидно. Потому что я за него болел. Плюс жена с ним приехала на турнир. Провожала его даже на партию. Но это не помогло. Потому что за Прага болела его мама. Как мы видим, энергия мамы мощнее, чем энергия жены. Ну, по крайней мере, на данном примере. Мне, конечно, повезло, что я в первой партии его подловил. Фигурку съел. И дальше задавил уже. Во второй партии было без шансов. Я играл крепко. Безусловно, Хикару был фаворитом нашей встречи. Он вообще тут один из главных фаворитов турнира. За исключением Магнуса. Поэтому выбить его для меня большая честь и удача. Вчера у меня была днюха, но я никак не праздновал. Потому что впереди тайбрейк. Я сфокусировался на подготовке. А вот сегодня, может быть, уже я отмечу вкусным индийским тортиком. А что касается нашей главной звезды Магнуса Карлсона. Прежде чем перейти к просмотру партии. Небольшая реклама от нашего спонсора компании Винлайн. Мы сделали новую вселенную ставок Винлайн. Она огромна. Но главное видно сразу. Мы собрали лучшие турниры и лиги. Но найти любой матч просто. В ней твои ставки принимают без пауз. Здесь ты можешь следить за двумя трансляциями одновременно. Здесь ты получаешь преимущество на каждом шагу. Открой новую вселенную ставок Винлайн. Совместно с Винлайн мы запустили розыгрыш, в котором у вас есть возможность выиграть шамотную доску с автографом Магнуса. Я ее сам подписывал у Магнуса. Вот здесь фотография. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в Винлайн с промокодом CHESS и внести депозит на любую сумму. Игроки, которые ранее уже регистрировались по нашему промокоду, также участвуют в конкурсе. Им необходимо только пополнить свой игровой счет. Ссылочка в описании. Удачи! Давайте перейдем к партии Магнуса. Как мы видим, он получил вот такую позицию в первой партии Рапида. Лишняя пешка. Никто не сомневался, что это будет легкая прогулка. Но здесь он начинает чудить. Вместо того, чтобы сыграть Б3, затем ладья Б8. Ну и просто вести свои связанные пешки вперед. Не давая никакой контр-игры сопернику. Он играет Ф4 шаг, просто пресекая четвертую горизонталь для своей ладьи. Конечно, Винцент играет король Ф5, намечая объект для атаки. Он хочет съесть пешку и создать себе отдаленную проходную. На самом деле, одним ходом Магнус упустил весь перевес. Который до этого долго наживал. Потому что у черных пешка бежит вперед. За нее приходится отдать ладью. И здесь уже... В этой позиции они доигрались до голых королей. Следующая партия. У Магнуса черные фигуры. Но здесь ты должен дожать. Три связанные уже. Там было две. Здесь три связанные. Блин, как показать? Три. Должно хватить. Ну, при точной игре, само собой. Надо было играть Б3. Пешку надо останавливать с помощью короля. Иначе никак. И опять теперь играем. Коня брать нельзя, потому что пешка пройдет. Белый играет А6. Мы играем король Ж6, чтобы пешку остановить. А7. Отвлечение. Слон Ф6. Ну, тогда мы играем Б2. А4. И пешку-то брать нельзя здесь. Вот это окончание, оно будет проигранным. Потому что за какой бы пешкой мы не пошли, другая пойдет. И ее уже не остановить. Если брать, то С2. Но если король А2 играть здесь, то наш король просто подходит. Собирает пешку Ф3. Потом идет к своим. И это победа. Довольно несложный вариант для одного из лучших шахматистов всех времен. Может быть, самого лучшего. Но он играет А5 сразу. Получает А6. Слон Е7 не точность. Но там, на самом деле, тоже непросто выиграть уже. Лучше было сыграть король Д5. Просто нападая на пешку и на коня. После слона Е7. Конь Д2. Магнус также ошибается. Но это мы уже не будем разбирать детально. Здесь в итоге. Чемп предпринимает последнюю попытку провести свои пешки. Но слон их останавливает. Здесь согласились на ничью. Потому что ни одной черной пешки не осталось. Ну а белые будут сейчас уничтожены. Следующая партия. Рапида. С укороченным контролем по 10 минут закончилась ничью. Там играл Магнус с черными фигурами. И вот настала такая позиция. Это решающая партия тайбрейка. Здесь у Магнуса белый цвет. Он играет ферзь Д2. Как мы видим. Заряжает свои страшные пушки. Для того чтобы пожертвовать слона. Черные. Угрозу воспринимают всерьез. Но тем не менее. Решили полакомиться пешкой на Е4. Отведали. ДЦ. ДЦ. Лучше было съесть слоном. Сейчас вы поймете почему. Ведь после слона С2. Теперь. Ладью нельзя убирать на Е8. Поскольку мы можем сыграть. Даже банально слон бьет Ж6. ФЖ и слон Ф4. С выигрышем качества. А вот пешка когда стояла на Д6. Она прикрывала ферзя. Поэтому здесь надо было брать слоном. В связи с этим. После слон С2. Черные сыграли ладья Б4. Логичное желание. Поле Ф4 держать под контролем. Дабы не было этого ресурса. Но Магнус. Вспомнил кто он есть. Слон бьет Ж6. Слон бьет А6. Начинается разрыв короля. Если играть Ж6. То. Ферзь А6 не самое лучшее. Надо дать шах. Затем сдвоится по вертикали Е. И здесь проблема. Если играть король Ф7. Также сдваиваемся. Потом ферзь идет на А6. Позиция тяжелая. Поэтому слон Ф5 играет Винценки Эмер. Слон Ж5. Отступил Магнус. Может быть точнее было ферзь Д5 шах. Здесь тоже можно было перейти в Эншпиль. Но Магнус хотел поиграть при ферзях. Более боевой позиции. Такой. Активной. Валдей Е4. Конь Е5. Ферзь Е6. Взяли. Ладья Е1. Кстати. Здесь был важный момент. Вместо ферзь Е6 был ход ферзь Д5. Я думаю что Магнус. Готовил ход ладья Д1. Но он вновь сдевнул. Коварный ход со стороны соперника Б4. Если брать ферзя. То после БЦ. Просто. Здесь. Уже белые проигрывают. На ладья Е4. Мы забираем. Висит ладья. Висит пешка на Б2. Тут у белых были бы проблемы. Но. Ферзь Е6 играет Винсент. Магнуса пронесло. Поменялись. Ладья Е1. Слон Б7 не очень удачный ход. Лучше было сыграть ферзь Д5. Чтобы защитить слона. И напасть на Ж2. После же слон Б7. Следует конь Ф3. Ферзь Е5. Мы видим что фигуры белых более скоординированы. А черные слоны. Ну не считая слона Б7. В целом он какую-то работу выполняет. Здесь он даже решил принести себя в жертву на Ф3. Магнус играет ЖФ. Да подпортили структуру. Но у черных все пешки под боем практически. Начинает их атаковывать. Магнус Карлсон. На С5 висит. На Ж6. Король Ж2. Чтобы на Ф3 не висело. И здесь. Просто выиграл одну пешку. А затем и вторую. Винтсен зачем-то ее отдал. Лучше было сыграть. Как-нибудь. На Ферзь С7 защитить пешку. Он пешку отдает. И здесь уже техническая позиция. Две лишние пешки у Магнуса. Он идет вперед. Да. Винтсен сопротивляется до последнего. Но здесь после Ф4 размениваются Ферзи. И ему приходится сдаться. А это значит, что Магнус Карлсон прорывается в следующий раунд. Если честно, сегодня у меня просто сдали нервишки. Не мог выиграть в трех выигранных позициях. А в финальной партии, когда он сел на Е4, я подумал про себя. Ну это же не может быть правильным. Ну а вдруг прокатит. И тогда меня вынесут на носилках с этого турнира. Я очень распереживался, конечно. Но в итоге, к счастью, выиграть удалось. Кстати, во время второй партии, я увидел, что Праг нокаутировал Хикару. Я подошел к нему и сказал, Сейчас каждый хотел бы быть на твоем месте, сынок. Помни этот момент. Прежде чем пойти дальше, подпишитесь на наш телеграм-канал. Там оперативный контент выходит с места событий. Я сам лечу в Баку. Уже следующий обзор будет из студии в Баку. Будем снимать для вас лучший контент. Он уже и сейчас лучший. Но, как я уже говорил ранее, мое присутствие добавит атмосферности. Поэтому залетаем в телегу. Жду вас. Один из индусов молодых уже прошел вперед, обыграв Хикару Накамуру. А вот что касается Нихала Сарина, здесь его встречал Ян Непомнящий. Сицилянка. И Ян, честно говоря, играл слишком изобретательно на эту партию. Вот здесь Конь С6, Конь Б4. Маневр понятен. Хочет на Д5 прыгнуть Конем. Здесь Ф3 еще играет. Тоже ясно, что пешка не подвисала. Точнее было Конь Ф6 играть. И здесь уже можно даже где-нибудь Е5 навесить. Либо Ф3 в такой редакции. В целом, пока все нормально. Более-менее. Но вот странности начались уже здесь. Конь Д3 ход такой не самый очевидный. Ну ладно, более-менее. А вот Ферзя он куда повел? Это довольно странное решение. Ферзя перевел на А3. И еще фиксанул его ходом Б3 здесь, оставив просто за бортом. Но когда ты так играешь, Ферзя отсекаешь от своего короля. Жди неприятностей. И неприятности в виде индийской лавины начинаются прямо сейчас. Ф5 хочет вскрыть своего слона. Плюс вертикаль Ф. Слон Д3 пытается укрепить центр. Я не помнящий. Слон Е5. Ферзь А2. Опомнился Ферзь. Бежит на помощь королю. Но уже может быть слишком поздно. Ферзь Х4. Грозит взятие на Х2. Белый играет в Ж3. Но если играть Х3, то после Ферзь Ж3 все равно черные просачиваются в эту лазейку. Потом могут где-то Е4 задвинуть. Неприятно. Ж3 играет Ян. И начинается индийский боевик. Слон Бежит Ж3. Ферзь Ж3. Взяли на Е4. Решил разменять своего слона на вражеского коня. Я не помнящий. И тут такой дикий замес. Чисто индийский боевик. Я, кстати, видел фильм один. Там индус ест мороженое. А потом какой-то враг рядом ходит. И просто рожок за рожком выдергивает с помощью языка у него. Может быть фрагмент ставим. Вообще не знаю, к чему это я вспомнил. Думаю, что это не самый подходящий фильм для сравнения. Скорее, Трипл Р. Вот этот фильм напоминает данная партия. Там полный беспредел. Владяя Б8. Слон Е3. Ну, ход можно понять. Белые отступили. Но, правда, здесь у черных мощная атака. Надо было играть слон Бетов 3. После чего, скорее всего, Яну было не унести ноги. Здесь вот так черные отдавали ладью за две фигуры. Получалось вот такое окончание. У белых лишнее качество. Но у черных две пешки в качестве компенсации. Плюс у белых плохой король. Позиция с большим перевесом. У Нихал Сарина. Но он играет ладья Ф3. Позволяет белому немножко консолидировать свою позицию. Слон Б6. Лучше было король Д2. Ну, ладно. Слон Б6. Поменялись. Шах. Ферзь Ф1. Ферзь Ж5. Ладья подходит по третьей горизонтали. Чтобы и пешка здесь далеко не пошла вперед. Но она все равно идет. Слон Е3. Неточный ход. Лучше было Яну сыграть здесь Ферзь Е2. Ну, окей. Он сыграл слон Е3. Его здесь перевязали по третьей горизонтали. После Ферзь Д3. Ферзь Ж3 играет Нихал Сарин. Просто все фигуры белых насаживает на ладью. И с этого момента я предлагаю посмотреть фрагмент со стрима. Посмотрим концовочку в прямом эфире. С живыми эмоциями. И соответствующей атмосферой. Тут вот остается. Там уже было понятно. Когда он пропустил F4, пошел это все. Это уже ничья была. Ой, что заход сыграть? Начал крутить. Так, ладей в 2 мы не боимся, Макс. Да, ладей в 2, если что. Взяли, взяли, взяли. Король ушел. Ножи 6 висит. Надо 6 висит. Ну, подцветнотик сыгран. Опять секунд осталось. Стряснул. Все, молодец. Янчик. Вот так как раз я обманул. И, короче, один. Давай, Томик. Молодец, молодец. Висит. Все, если честно. И на... Так, стоп. А какой-нибудь шахт и... Ой, шахт. Ферзи 1 выигрывает, пишет. Ферзи 1, словом Е4. Слово Е4. Да. Ой, Ферзи 1 выигрывает. Куда ты, Ферзя? Ой, ой, ой. Пронесло. Ой, как повезло. Пронесло. Ой, как повезло. Янчик, Янчик. Блин, ну 4 минуты. Ты подумай. Белый выигрывает уже. Так, ну теперь надо как-то аккуратненько. Король Б2 давай в Томик. Молодец. Все. Там король в безопасности. Покажу для зрителей. Ферзи 1. Сюда слон Е4. Висит Ферзь. Наступление Ферзь Б1. Ферзь А1 мат. Макс. Выигрывало. Ян увидел. Он головой махал на предыдущем ходе. Понимал, что просто на краю прошел. Просто на таком краю пропасти, что... Слушай, а сейчас в пешку можно съесть? Все, бей, бей, Ферзи 2, король А3. Ферзи 2, король А3. Ферзи 2, бей, бей, Ферзи 2, берем. Ферзи 2, берем. Возьмет, возьмет. Это уже все. Это добьет. Тут не так много вариантов нужно считать. Так что... В принципе, 3 минуты есть, не обязательно. О, давай, 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 бери, смелее, смелее. Бей, бей, Янчик, конечно. Бей, янчик, конечно. О, в кайф. Тот шаг, да, может быть, сломать А3. А3 ушел. Сломать А1 пойдет, но там все с шахами, я думаю, закончится. Король А3. Король А3 строго единственный ход. Король А3 строго единственный. Ну, а больше куда еще? Ну, а давай сломать А3. Давай сломать А1, тот сыграет как-нибудь. Ну, а Янчик тут начнет шоковать его. Все нормально. Все нормально. 11 секунд. 10. 9. Уф, перзи 1. О, да, линь, все, это все. Все, это победа, Макс. Это можно на 5 пешку съесть с шахом. Ну, пока на 6 сел. Все хорошо. Блин, нет, знаешь, надо было на 5 брать фару. Да и тут хорошо. Все, теперь. Да ладно. Да, все выпустил одним ходом. А как ты будешь короля-то спасать своего, е-мое? Пешку на 5 съесть, там поле B4 будет. Как ты короля-то спасать собрался? А что, сейчас все уже? Ничего. Не, вечный шаг надо давать белым. А иначе Буман получит на 1. Где хорошая? Это надо было на 5 пешку с шахом съесть и все. Ну, я, ну, правда, не удивляюсь янчику. Вот здесь элементарный ход, ферзь D8, ферзь бьет А5. Сел пешку, король уж побежал на B4. Все скажем вообще. Может быть, Макс там испугался, что аж три будут какие-то ходы. Да нет, ну, это не серьезно. Тут ферзь на C7 себя шагом. Нет, 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 не здесь, а при ферзе на Е1. Не знаю, что он испугался, но тут уже ему вечный шаг надо давать. Иначе от мата не уйти. Погоди, а почему? А вот сейчас шаг, король А6? Нет, король А8 сыграет, король А6 нельзя. Погоди, король А8, а персев шаг? А, подожди, подожди, что-то я не понял. Да, хорошо, а почему ты нас напугал? А что компишет равенство? Король А6? Король А6 надо было играть в чердю. Все, 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 макс. Дужи 5, подожди, я не пойму. Ну и назад, где-то куда-нибудь идти ты. Керс Т1, может быть, нет? А, он здесь пишет равенство почему-то. А даже тут черный выигрывает. Черный, не бежали с пешками. Да. Ну ладно, все нормально, все нормально. Ладно, все хорошо. Сейчас он вроде уже должен дожать. Да, сейчас же просто ладью А4 даже можно поставить. Убраво, просто ладью, матки получил и все. Молодец, А4, все, поле А1 прикрыл сердцем. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Мата нету, ниоткуда, и поле Б4 прикрыл. Фух, скайфер. Все, красавец, красавец. Ладно. Все, замучил, замучил молодого. Он висит, H2, если то ферзь H2. Все, сдача партии сейчас последует. Молодец, все. И я, эээ, Михал, Михал, Михал. Нет, бьется до конца. Время закончилось. Есть, есть, есть. Молодец. Рассрочил флаг. Молодец, молодец. Ну, надо сказать, что призыв уже проиграл. О, ну мы что-то показывать. Ну, зачем? Не говори ему ничего. Не говори ничего ему. Почему? Он наоборот его добить хочет. Ты мог выиграть, а ты проиграл. Слабо, слабо, слабо. А сейчас кто-то думает, ну что я, блин, если мог выиграть, сейчас я его порву. Зачем? Ну, стал молчать, молча ушел. Хотел, что кто знает. Может, и правильно. Викторий Попер. Викторий Попер. О, в кошенке, да, Макс? Да. Яну удалось выиграть в такой непростой партии. А в ответной Нихал Сарин тоже креативно защищался. Точнее, креативно пытался создать проблемы. Вот здесь после ладья Ц7, например, он сыграл конь Аш-5. Жертвует ферзя. Конечно, забирать его плохо из-за кони в 6. Конь Д7 вилка. Тут уже белые выигрывают. Ну, я мгновенно ответил слон Е5. Отбил какие-то угрозы белых. И просто здесь раздавил Нихала. Но даже если посмотреть на видеокартинку, по их пропорциям, думаю, несложно представить, как Ян раздавит Нихал Сарина. Примерно раза в три больше весит. Ну и играет получше. Поздравляем с выходом в новый круг. Что самое сложное сегодня было? Да, все, если честно, весь матч он как-то очень плохо проходил. То есть и белый мисс дебюта не вышел, и черный мисс дебюта не особо вышел, хотя ничто не предвещало. Вот, и сегодня, ну, первую партию он играл, ну, какую-то там, бисовую силу, да, мне кажется, он делал все просто сильнейшие ходы, чуть ли не по компьютеру. В итоге. Потом начался цвет ноты, и там в цвет ноте, ну, может, он сыграл непрактично, да, пожертвовав фигуру, нужно было играть позиционно. Вот, позиция грустная, но хотя бы у меня-то там появились надежды уже, вот, и там тоже большое количество было зевков очень грубых, ну, как бы, тех, кто с компьютера смотрит грубых. Вот, я, в принципе, видел, что в ферзе 1 шах я проигрываю, но что поделать, вот, но он так не пошел, поэтому первую партию как-то я в итоге выиграл, а вторую, ну, интересная борьба, он на борьбу вышел, ну, как-то, не знаю, мне кажется, нужно было ему как-то быстрее определяться, там, аж 5 или же 4, а он что-то подождал, пока я все разовью, там, сам проведутся 5-4, и там уже, мне кажется, только черные могут атаковать. Вообще, как настроение, усталость к середине кубка мира? Ну, настроение отличное, нет ничего лучше, как бы, чем выиграть, ну, такое, не совсем заслуженно, да, все это, вот, это прям, незаслуженная победа, она, ну, потому что, как бы, да, объективно в этом матче играл, ну, наверное, хуже, чем соперник, да, то есть это, ну, вот, это, конечно, всегда радует такой, такая мана небесная. Да, а сегодня заслуженный отдых? Ну, отдых это, отдых будет вечером, да, наверное. А завтра опять? А завтра опять, да. Как вам вообще индийские гроссмейстеры? Мощные? Мощные, ну, видит это, вот, хотя бы не из нового поколения, да, то есть он как раз такого из, скажем так, переходного периода, вот, он, по-моему, плюс-минус, его там ровесники, они все-таки таких высот не достигли, 2700 плюс, да, но очень сильный гроссмейстер, там, теоретик, он блестяще, там, работал со многими, там, топ-шахматистами, как бы, и, так что, очень опасный соперник. А вот, что касается других россиян, начнем с партии Свидлера. Последняя партия тайбрейка против Абасова, последнего азербайджанского гроссмейстера на этом турнире. Здесь Свидлер без пешки, но мог сыграть конь Д6, после чего провоцировались вот такие размены, взяли-взяли, пока белые отдали фигуру, но забирают на Б7, висит конь, ладья готова подключиться, пешка на Б5 под боем, позиция примерно равная. Ну, вместо этого ладья бьет Д7, играет Петр Свидлер, и здесь слон Ж5, грубая ошибка, но, в целом, можно понять ход, предложение размена слонов, надо было играть слон С7. После же слон Ж5, черные нанесли очень неприятный отскок. Конь Е5! И выясняется, что белый король в опасности. Что делать здесь? Если, например, брать на Е7, то мы забираем на Е4, если брать на Е4, то взяли Ферзьом, слон висит и конь в 3 шаг грозит, тут очень неприятная позиция. Если играть слон Ж5, то просто конь в 3 шаг, на взятие Ферзи в 3, и это мат. Поэтому, понимая всю силу вражеского слона, конь Д6 играет Петр Свидлер, рассчитывая на размен, слон Д6, слон Б7, вроде бы худшее позади, но следует удар слон С5. Очень неприятный ход, который можно было зевнуть. Да, слон здесь под боем, но если его забирать, то следует конь в 3 шаг, и Ферзь теряется. Этот ход Свидлер зевнул. А если Ферзя убирать, то после Ферзи в 2, тут просто как-нибудь заматуем уже конь Ж4 и Ферзь H2 мат. Петр Свидлер выбывает с Кубка Мира. Но больше всех нас расстроил, конечно, Андрей Исипенко. Да, прошу прощения за спойлер, но вот он на этот момент у Исипенко, ну просто поприятнее позиция, два слона. И он решил, что слонами можно загнать этого коня куда-нибудь на край доски и просто съесть. Он играет слон Д7. Я думаю, вы уже сходу увидели, в чем изъяна этого хода. Конев 8 шаг, просто вилка. Вот так зевнул фигуру в один ход Андрея Исипенко и через несколько ходов сдался. Обиднейшее поражение, из-за которого он выбывает с Кубка Мира. Просто беспредел. Прежде чем пойти дальше, возможно, вы задаетесь вопросом, а как мне самому научиться хорошо играть в шахматы? У меня для вас есть ответ. Записывайтесь на лучшую обучающую программу с нуля до первого разряда, которая называется Школа Победителей. Приходите по ссылке в описании и смотрите подробности об этом курсе. 193 урока, более 135 часов шамотного контента, которые поделены на отдельные блоки, чтобы вы дозированно получали информацию, а не сразу огромную кучу. Ведь в интернете полно обучалок, но если это все смотреть, то просто каша в голове возникнет. Здесь же главный плюс программы в том, что она детально проработана, все структурировано. Помимо этого, при оплате полного курса, вы также получаете бонусом год членства в клубе Честь Сити в подарок. Члены клуба каждую неделю играют с гроссмейстерами, участвуют в различных викторинах и плюс там море дополнительного контента. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на лучшую обучающую программу по шахматам до первого разряда. А мы идем дальше. И последний шахматист, которого мы посмотрим в рамках этого обзора, Василий Михайлович Иванчук. Позиция у него была выигранная вот в этот момент. Просто достаточно сыграть король d3, съесть пешки, эту остановить. Главное здесь еще пешку c вовремя пустить вперед, потому что такая гонка была. Вот это окончание ферзевое абсолютно проигранное для белых, пешка на 3 теряется, а наши быстро мчатся вперед. Вместо этого Василий Михайлович играет b5. В скором времени просто все пешки исчезли с доски, здесь согласились на ничью. Опять было неточным ходом. Но в финальном поединке шансов не оставалось. Василий Михайлович показал, кто здесь батя. Просто катком проехался по сопернику, c5 зажал, e5 поджал, f5 играет черный, пытаясь выстроить какой-то блок. Да мы только рады. Заблокировали королевский фланг и переходим на ферзевый, начинается штурм. b5. Поменялись. Слон e2. Здесь просто мы на эти выпады кое-как отвечаем. Главное, что белые готовы прорваться на ферзевом. Но здесь открывает второй фронт, h4. Но если забирать, то после gh, слон готов выйти на g5. Неприятная позиция у черных. Поэтому f4, какая-то попытка обострить. Следует gf, король h2, ладья подключается по вертикали g. И f5. Если забирать слоном, то после слона h6 можно где-то емат получить. При случае. Поэтому ef, слон h6, гоним ладью. Отступать нельзя, потому что мы забираем слона с шахом. Поэтому кони f8 играют черные. Взяли. Взяли на f5. Здесь уже лишнее качество у белых. И еще последовало. После f5, f4. Поменяли ферзей. И в этой позиции черные сдались. Пешка e сейчас пройдет ферзи. Придется отдать за нее слона. А это значит, что Василий Иванчук проходит следующий раунд. Где его встречает никто попало. А сам Магнус Карлсон. Крайне интересная партия. За которой мы будем следить в прямом эфире. Ну а также в рамках обзоров наших. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этих красочных партий. А я вас благодарю за внимание, дорогие друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь как в Телеграме, так и на Ютубе. А также ждем вас на прямых трансляциях. Вот расписание. Обязательно приходите в прямой эфир. Потому что там максимальные эмоции. с Impulansи. Продолжение следует.